Добрый день, милые дамы и уважаемые господа! С вами Светлана Амельян, соавтор проекта Изба вязальня, где мы обучаем стремительному освоению вязальной машины с нуля. Я напоминаю о том, что сейчас проходит марафон шарфей, к которому можно присоединиться в текущем моменте и смотреть задание до 28 декабря. В этом случае стоимость участия составляет 1000 рублей без записи. У нас осталось пройти всего лишь пятое задание, на котором мы будем вязать круглую шар. А до этого у нас было четыре задания. И в первом мы проходили отделку. Второе задание было направлено на то, чтобы изучить возможности треугольника, как визать треугольники, как превратить треугольник в оригинальный бактус. Множество и множество различных секретов по вязанию этого треугольника. В третьем задании мы проходили квадрат. Точнее то, как можно квадрат связать из треугольника разного цвета, разной формы, разной пряжей. Как их объединить? Так, чтобы соединительные линии были декоративными, Ну а на четвертом задании участники проходили змейку. Это прием вязания от центра изделия с увеличивающимися, либо с полосками одного и того же размера. Ну, как видите, участники поняли, что прием, который мы показали в этом марафоне, он больше направлен на вязание именно пледов. Не столько шалей, сколько пледов. Но это в большей степени все-таки именно ограничение мышления, а не то, что это невозможно. Шаль может быть не только ажурной, она может быть и вот такая из фрагментов, связанных петчворком, либо в другом каком-то варианте. Ну а в пятом задании мы будем вязать уже круглое изделие. В уроке показано три варианта создания клина. Обычно никто не задумывается, что клин можно вязать разными способами. И весь наш марафон направлен на то, чтобы показать, какими различными способами мы можем создавать геометрические фигуры. Потому что в марафоне шарфей мы рассматриваем все четыре геометрические фигуры. Это квадрат, прямоугольник, треугольник и круг. Поэтому наш марафон так и называется марафон геометрического вязания. Как видите, участники пишут свои впечатления о марафоне. Например, Екатерина пишет. Меня больше всего удивило. В первом задании понравилось то, что можно связать на машине узор, похожий на вязание крючком. Татьяна пишет. Для изготовления кистей и бубонов пользовалась картоном, а оказалось все намного проще. Нас окружает множество вспомогательных предметов. Покорила обвязка, имитирующая крючок. Получилось легко и красиво. Варианты изготовления помпонов тоже удивили. Сколько же каждый урок я узнаю нового для себя и машинам вязания. По второму уроку Татьяна пишет. Мне казалось, что треугольник это просто. Оказалось, что и для этого случая у Некрасова есть идея. Меня удивила мысль вязать отсередитым полотна. Когда смотрела, как укрепить край полотна, я поняла, что мне очень не хватает этого знания для многих идей и изделий. Екатерина пишет. На машине бактус вязала первый раз. Для меня это маленькое открытие чего-то нового и интересного. А Марина пишет. Вот уроки подробно показано, как очень условно можно рассчитать треугольник. Какие приемы вязания применить. Для меня марафон это повод поэкспериментировать. В результате получилось не совсем то, что я задумала, но очень интересный вывод. Надо больше вязать, тогда результат будет предсказуем. Наталья пишет. Смотрела мастер-классы других вязачиц при вязании бактуса. Все начинают с одной трех петель. Было необычно вязать от середины полотна, да еще и разные варианты фигур. Оказалось, осталось только подобрать подходящую пряжу, выбрать узор и будет шедевр. Мы очень благодарны девочкам, которые пишут свои комментарии, потому что все, что в этих мастер-классах, мы уже давно знаем. И там интересно узнать, насколько это неожиданно для тех, кто вяжет. Потому что в марафоне участвуют все-таки и не новички. Отчет по третьему уроку. Третий урок меня впечатлил. Пока не знаю, что будет двух других больше всех. На примере двух вариантов вязания квадратного изделия можно заготовить десятки разных изделий и разных размеров. Класс! Татьяна пишет. Даже мысли не было вязать шаль на машине. После урока решила, а почему бы и нет. При просмотре вязания шали я увидела способ соединения квадрата для подушки, юбки. Идеи возникают сами собой. Ольга пишет. В процессе вязания шали поняла, как присоединить обвязку шали. Очень понравилась манера проведения мастер-классов и уроков. Все очень доходчиво. Подробно большое спасибо нашим преподавателям за их труд. Наталья пишет. Для меня было очень интересно вязать этот вариант шали. Необычное многообразие вязания треугольных. Ну, видите, квадрат мы вязали из треугольников. И получились действительно очень необычные вариации на эту тему. Ну и четвертый вариант. Татьяна. После урока змейка вяжу плед дочери на кровать. В планах веселенький свитер. Неожиданное видение обычных вещей. Спасибо за урок. Наталья. Давно искала варианты, как интересно связать плед. С каждым уроком такой восторг от виртуозного владения вязальной машиной нашей прекрасной Натальи. Екатерина. Урок исполнила одно из моих желаний. Благодарю. Видела, как подобные вяжут спицами. И мне хотелось научиться вязать такой же на машине. Ну, ждем отчеты по пятому заданию. И напоминаю, что те, кто участвует в живом формате мастер-класса, они могут смотреть в открытом доступе все уроки. Мы не закрываем их все. До 28 декабря можно смотреть, перевязывать, вязать в другом размере, в другом формате. А тем, кто захочет приобрести запись этого марафона, стоимость ее 2000 рублей. Все ссылочки находятся под этим видео в нашей группе ВКонтакте, которая называется «Шарфей. Марафон машинного вязания». Вы можете найти по названию и обращайтесь к администратору. Я помогу вам приобрести запись и достичь тех же результатов, получить то же удовольствие, что и участники нашего марафона. С вами была Светлана Амельян, соавтор проекта «Изба. Вязальня», где мы обучаем стремительное освоение вязальной машины с нуля.